Армянская сторона тщетно пытается создать информационный шум, чтобы заглушить свою неудачу как в последних переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, так и в аплейских событиях 2016 года. Такого мнения придерживаются местные и зарубежные аналитики. Руководство Армении выступает с провокационными заявлениями, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию этой страны. Несмотря на все старания официального Еревана, истину не скрыть. Попытки Армении привлечь к переговорам сепаратистов Нагорного Карабаха провалились с таким же треском, что и военные операции армянской армии в апреле 2016 года. Во-первых, всем стало ясно, что те условия, которые хотел продвинуть Пашинян на переговорах в Вене, они не были восприняты ни кем серьезно, естественно, ни азербайджанской стороной, ни сопредседателем минской группы ОБСЕ. И чтобы как-то спасти свое лицо, естественно, он нивелировал это тем, что его министр обороны выступил с подобными беспочненными воинственными высказываниями, тогда как именно этот кадр, скажем так, тоже приложил руку тому, чтобы в апреле 2016 года армянская армия провалилась и проиграла те бои, которые имели место. Значит, в течение позиционной бои в течение двух-трех дней. По мнению экспертов, такие ложные воинственные лозунги не приведут Армению ни к чему хорошему в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Надо отметить, что страны УДКБ в данном случае выступают за мирное урегулирование Нагорно-Карабахского вопроса, о чем неоднократно доводилась информация официальному Еревану. Хочу отметить, что международное сообщество, на мой взгляд, сейчас не заинтересовано в разжигании каких-либо противоречий в Закатказе. Поэтому думаю, что такого рода заявления в большей степени направлены на внутренние употребители. Азербайджанская армия сегодня входит в число 50 самых сильных армий мира. В том же списке Армения располагается на 30 ступеней ниже. Оборонное ведомство этой страны уж явно не ладится арифметикой, раз уж выступает с угрозами в начале новой войны за новую территорию, отмечает военный эксперт Шаир Ромалданов. Сегодня Азербайджан может выделить для своих вооруженных сил столько, как говорится, денег, сколько составляет бюджет Армении весь, а даже и больше зачастую. Сегодня Азербайджанская армия на 70% профессиональная армия, там служит по контракту. На сегодняшний день Азербайджанская армия, вы знаете, в год по несколько раз проводит крупномасштабные военные учения с привлечением до 25 тысяч личного состава, чего Армения не может позволить себе. По мнению международных экспертов, действия руководства Армении приводят только к разоблачению оккупационной сущности их политики. Помимо оккупации территории Нагорного Карабаха, помимо оккупации семи районов Азербайджана, теперь фактически идут угрозы о новых наступательных действиях и захвата новых азербайджанских земель. Разумеется, с подобного рода риторикой нельзя согласиться, она носит однозначно провокационный характер. Агрессор всегда остается агрессором, поэтому, когда он делает новое агрессивное заявление, он дискредитирует прежде всего сам себя. Ну и, разумеется, современное состояние вооруженных сил Азербайджана таково, что любые попытки новых агрессивных действий будут пресечены моментально, быстро и в короткие сроки. Армянскому руководству стоит перестать выдавать собственное желаемое за действительное. По мнению экспертов, подобные действия армянской стороны создают лишь напряженность в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Шамистан Момендов, Рауф Гусейнов, Джавид Гадиров, СБС.